Спасибо, что снова вечером сегодня пришли к нам. Мы с Берри очень опечалены. Потому что мы поняли, что завтра вечером уже с вами не будем. И мы искренне надеемся когда-нибудь снова к вам вернуться. Для нас это было большое благословение, настоящее. И я так благодарен, знаете, вашей любви по Слову Божьему. Что вы собираетесь вместе как народ Божий. Что вы заинтересованы в мессианском, в еврейском пробуждении. Посмотрите на Новый Завет. В большинстве своем люди, которые там описаны, они были евреями, принявшими Христа. А потом вы можете смотреть 19 веков нашей церкви, и там исчезли, исчез этот народ. И мы живем с вами в то время, когда Бог восстановил нацию Израиль как государство. И также Бог поднимает это свидетельство того, что евреи каются и приходят к Иешуа. Мы живем в очень интересное время. И я очень благодарен вам за то, что вы принимаете участие в этом пробуждении. Я хочу, чтобы мы начали с того, что обратили внимание на один стих в Ефесянам пятой главе. И потом мы очень конкретно разберем с некоторыми вопросами, которые нам задавались. Итак, пожалуйста, будьте так любезны, откройте Ефесянам пять пятнадцать. И автор здесь обращает внимание и пишет, «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Я думаю, что нам необходимо обращать внимание на то, что мы делаем в нашей жизни. Мы должны обращать внимание, куда падает наш взор. Мы должны обращать внимание, куда наши ноги ведут. Я всегда говорю, что если вы обратите внимание на подростков и куда их жизнь может завести, вы просто посмотрите, какие друзья их окружают. Если их окружают люди, которые бесполезно шатаются по жизни, то и их будущее будет таким же. Но если ваших подростков окружают люди, которые куда-то идут, направляются, то, скорее всего, и ваши подростки выберут какой-то путь. И пятнадцатый стих Павел обращает наше внимание и говорит, «Смотрите, поступайте или действуйте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». И я хочу использовать этот стих для того, чтобы представить некоторые вопросы, которые мы поднимали, которые мне были адресованы. Итак, каким должно быть мессианское еврейское движение в этом мире? Как евреям и неевреям вместе служить в этом движении? И я в своем разуме размышляю о том, что Павел учит в этой книге, в этом учении. Павел объясняет, что в его разуме он видит, что эта стена, стоящая между евреями и неевремя, она была разрушена. И Бог соединил эти две разные группы вместе в своего рода Духовный Израиль. И что же для нас это означает? И если помните, был целый список вопросов, и мы сейчас их повторим вам. И я попытаюсь рассказать, что еврейские верующие, как действуют по всему миру. Как они разбираются с ситуациями, которыми сталкиваются. И я скажу вам, что я по этому поводу думаю. Но, естественно, потом все сведется к лидерам и пастырям общины церквей здесь, что для них будет более удобными решениями. И один из вопросов, которые мне задавали, может ли нееврей, покаявшийся и стал верующий в Вишуа, называться раввином? И в чем разница между пастырь и раввином? И может ли кто-то быть раввином, если их не рукополагали на это? Если вы посмотрите на христианство исторически, людей называли священниками, епископами, патриархами, пастырями. Это все были лидеры церквей и общин, которые верили в Иисуса. А сейчас мы видим с вами пробуждение, когда еврейский народ принимает Иисуса. И рождаются общины, которые празднуют или которые радуются еврейским корням Иисуса. И вопрос заключается в том, лидеры вот таких общин должны ли называться раввинами? Позвольте мне ответить сначала, как это глобально ответ такой. В Америке, откуда я приехал, в мессианских общинах, лидеры таких общин называются раввинами. Но по правилу, если вот ты и поехал бы в Израиль, где 150 общин, мессианских, они не называют своих лидеров раввинами. Раввины не используют этот титул, как титул. Кроме этого, мессианские общины в Америке иногда называются мессианскими синагогами. В Израиле мессианские общины обычно не используют вообще этот термин синагога. В Америке, если вы пришли в мессианскую общину, то мужчины обычно одевают, или в мессианскую синагогу, мужчины одевают кипу и талос. Если вы приедете в Израиль, вы вообще редко это увидите в мессианских общинах. Я знаю там только одну синагогу, где они так делают. И даже сам раввин не всегда это одевает. И вы можете приехать в Израиль, в мессианскую общину, одев кипу, и вас могут попросить снять ее. И это очень интересно. Поэтому мы, в принципе, должны адресовать этот вопрос к лидерам, что более подходящее для вашей обстановки. Но позвольте мне рассказать, что происходит. В Америке у вас есть евреи, которые принимают Иисуса. И мы хотим взрастить вот это свидетельство, что Иисус был тоже евреем. И да, мы верим в Иисуса, и мы также евреи. И поэтому, когда люди приходят в наш мир, мы хотим, чтобы они знали, что это еврейский мир. Поэтому, если вы посмотрите на то, как мы одеваемся, этот образ будет еврейским. Вам это не надо делать в Израиле. В Израиле последователям Иешуа не надо говорить и доказывать, что мы евреи. Им не надо демонстрировать, что они на одной стороне с евреями. Причина, почему им не надо это демонстрировать, потому что они и так живут в Израиле. Они сражаются в израильской армии. Они посылают своих сыновей и дочерей погибать на войнах. Там не надо доказывать, что мы евреи. Поэтому им не надо таким образом что-то говорить. Другая причина, почему в Израиле мессианские лидеры не называют там себя раввинами, потому что в Израиле есть определенный стандарт для использования слова раввин. В Израиле ортодоксальные евреи имеют очень большую степень контроля. И есть определенный путь, который ты должен пройти, чтобы в итоге называться раввином. И это очень длинный такой тренировочный путь обучающий. И там происходит сильнейшее, глубочайшее посвящение традиционным еврейским понятиям, которые надо следовать. И этим они демонстрируют верность всем своим вот этим традициям. И тратят годы обучения для этого. И только потом еврейское сообщество возлагает на них руки и называет их раввинами. Из-за того, что мессианские лидеры не проходят такой путь подготовки, они не могут использовать этот титул раввин в Израиле. Они будут обвинены в предательстве, в обмане. И в ложном представлении самих себя. И это также одна из причин, почему в Израиле мессианские общины не называются синагогами. Потому что в Израиле есть четкое понимание, кто есть раввин. И есть конкретное объяснение, что есть синагога. И очень ясное объяснение, что такое иудаизм. И для мессианских еврейских лидеров, вот быть в этом мире, стоять там. И называть свои общины синагогами. И себя самих называть раввинами. И называть это все иудаизмом. Тогда было бы у них много проблем. И для того, чтобы избежать всех этих проблем. В Израиле раввины предпочитают мессианские называть себя мессианскими лидерами. Они предпочитают говорить община вместо синагога. И они предпочитают термин верующие. Чтобы избежать вот такого рода проблем. Тот образ, как мессианские верующие представляют себя, позиционируют в Израиле. От того, какова культура. Происходит от того, какова культура в Израиле. И каковы ожидания у людей, которые живут там. И это отличается от Америки. В Америке мир гораздо более свободнее, либеральнее и добрее, если так можно сказать. В Америке еврей может принять Яшуа. И может сказать такой человек, я хочу начать какую-то такую общину, сообщество, которое бы поклонялось Иисусу на еврейский манер. Он может собрать 20 человек. Он может назвать это синагогой. И может назвать себя раввином. И они делают это постоянно. И, конечно, можно сказать, послушай, ты же не настоящий раввин. В Америке есть люди, у которых есть религиозные титулы, и они вообще никакой подготовки к этому не проходили. Есть люди, которые называются пастырями, потому что они просто вот собрали 20 человек вокруг себя, читают что-то из Библии и называют себя пастырями. И они называют его ваше преподобие. И они идут к правительству, к властям. И они подают на религиозный сертификат, на бумагу, чтобы называться церковью. И пока это удовлетворяет правительство. Хорошо, вы церковь. А ты пастырь. Никаких требований. И в Америке вот примерно так. Я не говорю, что хорошо, что плохо. Я говорю, как оно есть. И вот то, что мы имели в Америке, в ранние 1970-е годы, очень много евреев покаялось. И очень многие из них имели призыв к служению. И они многие поступили в библейские колледжи и семинарии. А потом начали общины. Но многие из этих общин были более еврейскими. И они предпочитали называть себя раввинами. Они говорили, мы мессианские евреи. Мы не христиане, мы мессианские евреи. И вот эти разбросанные мессианские общины начали собираться в сообщества. И ассоциации открывались. И сейчас вместо того, чтобы быть раввином одной общины, раввин может быть раввином над сотнями ассоциаций общин. И в Америке это даже эволюция происходит, прогресс этого всего. В мессианских общинах в Америке лидеров называют раввинами. И у них даже есть уже свои тренировочные обучающие программы, где их обучают, чтобы быть раввинами. Ты, конечно, можешь называть себя так, как ты хочешь. Но если ты хочешь, чтобы мы называли тебя раввином, Теперь это занимает чуть больше, чем пойти просто в христианский колледж, получить такой титул. В дополнение к этому, еще должно совет, образовательную программу должны пройти. С глубоким изучением еврейской истории. С глубоким изучением еврита. С изучением еврейской литературы. С глубоким изучением еврейской литургии. Интернатура даже есть, практика. Они изучают мессианскую теологию на практике. И вот когда вы проходите через этот процесс обучения, И вы удовлетворяете, так сказать, этих профессоров, они вами довольны, Тогда только на вас возложат руки и назовут раввином. Причина, потому что мы хотим дать более глубокое, серьезное осознание и понимание вот этой еврейской перспективы и этому учению. Одна из вот таких еврейских ассоциаций называется Объединенная Ассоциация Мессианских Общин. И у нее очень длинная программа. Другой альянс, ассоциация еврейских общин, называется Мессианский Еврейский Альянс. Альянс Америки, и у них конференции ежегодные проходят, и тысячи людей приезжают. И внутри этого альянса есть организация, интернациональный союз мессианских общин и синагог. И даже там, чтобы кто-то назывался раввином, есть курсы, которые они обязаны пройти. И это еще не так сильно развито. И не так еще сложно. Но есть определенные стандарты, и есть определенное обучение, которое люди должны пройти, чтобы называться. Итак, раньше было, что кто себя называл раввином, так мог себя и называть. Это было время пробуждения, многие каялись, хочешь называть себя раввином, найди 20 человек, называй себя раввином, учи, начинай общины. Но сейчас немножко по-другому. Так что же делать с теми, кто не еврей? Потому что если вы посмотрите на то пробуждение в Америке, и если вы посмотрите на мессианские общины в Америке, многие из этих мессианских еврейских общин и синагог имеют очень-очень маленький процент евреев. Ты можешь иметь в Америке мессианскую синагогу, и там будет сотня людей, поклоняющихся Богу, и едва ли десяток из них будет евреи. Там просто люди, влюбленные во все еврейские вещи. Итак, вопрос, может ли кто джу или не джу? Может ли еврей быть раввином? И ему говорят, нет, теперь надо пройти обучение. А что по поводу неевреев, они могут стать раввинами? И ответ — да. И есть мир мессианский, есть общины, которые ведут неевреи. И в Хьюстоне, Техас, есть замечательная община мессианская. У них замечательное, красивое здание. И, слушайте, чудо, как деньги приходили, чтобы построили это здание красивое. Очень красивая синагога. И лидер Ричард Фримен. Не еврей. Но у него помощник в команде еврей. И они вместе работают. Он не пытается претендовать на то, кем он не является. Если вы посмотрите на весь мессианский мир в Америке, в нем много людей, которые не евреи. И если бы они все ушли, в Америке не было бы мессианского движения. Оно бы просто не существовало. И вопрос заключается в том, что соединить евреев и неевреев вместе. Итак, может ли нееврей называться раввином? В чем разница между пастырем и раввином? И может ли раввин занять эту должность без того, чтобы за него помолились, возложили руки, без процесса шмиты? Люди могут называть себя как им угодно. Но я хочу, чтобы вы знали, я себя раввином не называю. И причина, почему я себя не называю, я не прошел вот этот весь путь обучения. Я профессор, там, где вот люди учатся. Но я лично не использую титул раввином. Я могу. Люди называют меня раввином. Я не исправляю их. Но если я буду обращаться к еврею, и если они задают вопрос, ты раввин или нет, где ты учишься и учился, или кто тебя рукополагал, у меня бы не было такого дела. Я не хочу таких диалогов. Это неплохо иметь титул. Я заслужил, заработал титул доктора. Профессионально говоря, я полноценный профессор, 100%. И если я хочу, чтобы люди меня воспринимали серьезно, я уже имею это. Мне еще дополнительный титул не нужен. Но лично у меня нет с этим проблем. Чтобы лидеры в мессианских общинах назывались раввинами. Но я четко уверен, что должно быть обучение, чтобы такими быть. В Штатах есть люди, которые зовут себя раввинами, которые даже на еврите произнести слово раввин не могут. Но кто хочет титул, тем могут иметь титул. Но я думаю, что к этим вещам необходимо немножко серьезнее относиться. И я участвую в такой обучающей программе подготовки людей, чтобы они относились серьезно к такими вещам. Итак, человек не еврей. Вопрос звучит так, следующий. Человек не еврей. Он кается, принимает Иисуса. Может ли он называть себя евреем? Вот есть у нас мессианские общины в Америке. И там приходят не евреи. И теперь вопрос, могут ли они себя называть евреями? Я очень свободный человек, либеральный. Люди могут называть себя, как им заблагорассудится. Но позвольте мне рассказать одну историю. Был парень, который жил в Израиле. Он жил недалеко от моря Галилейского. И он купил небольшую лодочку, катамаран. Он пришел в магазин. И он купил себе костюм моряка, капитана, скажем. И он медали, отличительных знаков сюда увесил много. И кепочку купил, на которой капитан написано. И он был очень горд. И он пришел домой. И мама говорит, сынок, что ты здесь делал? Он сказал, мама, я лодку купил. Она говорит, ну лодка это нормально, а что вот с внешним видом у тебя? И он говорит, мама, я капитан. Что ты про это думаешь? Она говорит, сынок, это замечательно. Но послушай меня. Я знаю, что ты капитан. И ты знаешь, что ты капитан. Но другие капитаны знают, что ты не капитан. Так не сработает. Мы имеем такую фразу в Штатах. Называется она «Украденная честь». Или почтение. Говорите ли вы так тут? Например, мальчишки, которые одевают униформу, например, моряков военных с нашивками, десантников. И у них отличительные все эти значки, награды. И они в бар идут. Они это делают, чтобы девчонок цеплять. Посмотри на меня. Я такой храбрый солдат. И можете погуглить. Можно так попытаться обмануть. Они могут погуглить. И, о, да, наверное, возле меня настоящий солдат. А потом вы выходите в этом прикиде на улицу и сталкиваетесь с настоящими моряками. Морскими котиками. Он смотрит на тебя и говорит, ты кто такой? Потому что у морских котиков в каждой нашивочке есть свое отделенное место на форме. И расстояние. И они жутко на это смотрят, на всю эту картину. И они, естественно, конфронтуют настоящие морские котики с теми, которые притворяются, кем не являются. И вот такое называется украденная честь. Поэтому, конечно, люди могут называть себя, кем они не являются. Но вопрос заключается, если кто-то не еврей принял Христа и присоединился к мессианской общине, может ли эта личность называть себя евреем? В Штатах кто-то говорит да, кто-то говорит нет. А в Америке есть даже некоторые общины, в которых люди проходят процесс обращения, геюра, становления евреем. Они изучают о иудаизме, о мессианском иудаизме. Они проходят через микву, это погружение. А потом им говорят, вы можете называть себя евреем или мессианским евреем. Но некоторые предпочитают так не делать. Потому что на таких людей настоящие евреи могут посмотреть и сказать, я не думаю. Я считаю, что честнее сказать, потому что Павел так говорил апостол. Есть причина, почему все принимают Иешуа, Иисуса. И абсолютно не важна твоя культурная предыстория или твоя религиозная предыстория. Что все абсолютно, кто принимают Иешуа, Иисуса, становятся своего рода духовными евреями. Поэтому у всех есть немножечко еврейского сердца. В Штатах есть такой процесс, когда люди приходят в мессианскую общину, обращаются, проходят процесс гиюра, обращение в иудаизм мессианский, и с тех пор называются евреями. Но что в большинстве своем вы можете увидеть в Штатах, что это не происходит повсеместно. У мессианских еврейских общин в Америке есть распечатки. Потому что очень много смущающих вопросов. Есть много людей, которые не евреи. Но ты видишь их мессианское общение, и они выглядят как раввины ортодоксальные. Мужчины и женщины одеваются так, как будто они играют фильм «Скрипач на крыше». Все просто в захвате от того, чтобы именно выглядеть как евреи, вести себя как еврей. Но многие из них даже еврейского алфавита не знают. И это выглядит немного глупо. С одной стороны, мы радуемся, когда людям нравится присоединяться к еврейским вещам. Но с другой стороны, это выглядит просто стыдно, постыдно. И становится даже проблемой. То, что можно найти в Америке, что мы не хотим этого слишком много. Думаем, что мы все, мышление, что все мы одно. Давайте будем тем, кто мы есть на самом деле. Не поймите меня неправильно. Кто-то может обидеться. Я не хотел бы, чтобы так было. Потому что я хочу поговорить о том, как мужчины смотрят на женщин. Или, по крайней мере, я вот как мужчина смотрю на женщин. Иногда я смотрю на женщину и думаю, перебор с макияжем. Чересчур перестаралась. Очень много краски. Пусть естественная красота вас сияет. Иногда, знаете, когда мы перестараемся. Слушайте, иногда чем меньше, тем лучше. Знаете, моя жена такая красивая. Она даже не должна стараться очень сильно. Иногда, чем больше ты стараешься, по моему мнению, чем больше ты стараешься, тем страннее ты будешь выглядеть и страшнее. Но это просто мое мнение. Пожалуйста, дамы, помидоры в меня швырять попозже. И потом скажите, что он знает и понимает. Есть здесь кто-то, кто похож, или о ком я говорю? Нет, дамы, я не о вас. Здесь нет таких. Но вы понимаете, о чем я говорю? Вы уловили идею. Я считаю, что для нас важно быть самими собой. Те, кто мы есть. Таким, как Бог нас создал. Если мужчина не любит меня такой, как я есть, то зачем мне такой мужчина? Я думаю, что нам надо быть теми, кем мы являемся. Поэтому в мессианском мире в Америке со всеми нашими друзьями, которые не евреи, будь, кто ты есть. Твое свидетельство заключается в том, что ты влюбился в Иисуса и влюбился в Его народ. И ты принимаешь участие, присоединяешься к этому пробуждению. И в общинах все равны. Ты можешь быть дьяконом и быть нееврем. И ты можешь быть старейшиной и быть неевреем. Ты можешь даже быть, возглавлять одним из лидеров общины и быть все еще неевреем. Но идея в том, что будь тем, кто ты есть. И в мессианском еврейском мире это то, чего люди хотят. И вот есть такое движение мессианское и еврейское, а есть общины, которые вне этого движения, отдельные. Они состоят полностью из неевреев. Но если вы посетите их служение, вы почувствуете, что вы в синагоге ортодоксальной, в самом ортодоксальном районе Иерусалима. У мужчин бороды и пейсы и кипы на них и талиты и женщины одеты, как ортодоксальные еврейки. И комната, зал может выглядеть копией синагоги. И есть служение Торы. И они чувствуют себя обязанными следовать каждой букве Талмуда. Они настаивают на это. Они неевреи. И основной мессианско-еврейский мир и движение, они говорят, нам не нравится такое, это не мы. Они не с нами. Мои родители оба евреи. Моя мама избежала нацистов, нацизма. Благодаря монашке, да? И мой отец приехал до Второй мировой войны. Я был выращен в еврейской семье. Я жил в еврейском квартале с соседями евреи были. Я ходил в ортодоксальную еврейскую школу в Ешиву. Я пришел из еврейской культуры. Мне не надо играть в еврея. Моя супруга Берри она выросла в еврейской семье. Она пришла из еврейской семьи. Она выглядит как еврейка. Ей не надо играть в еврейку. И если вы посмотрите на мессианский мир, те, кто были выращены как евреи и пришли к вере в Иисуса, они вообще не впечатлены всем вот этим. Мы, конечно, благодарны, что у вас есть любовь к еврейскому народу. Мы рады, что вы хотите праздновать Иисуса с еврейской перспективы. Мы так благодарны, что вы любите нас. Но иногда это выглядит, как будто вы перестарались. Для меня это выглядит так, как будто мужчина одел женскую одежду. Я помню одну женщину, очень привлекательную. Очень привлекательную. А друг, который был со мной, говорит, «Ты уверен, что она женщина?» И я сказал, «Я не уверен». Но он пытался очень сильно. Он пытался ходить, соответственно. Он пытался выглядеть. Но что-то ясно было для меня, что это не то, что есть на самом деле. Слушайте, я тоже люблю женщин. Но я не хочу притворяться, как будто я женщина. Я лучше попытаюсь быть самым лучшим мужчиной, каким я могу быть, чем быть дешевой подделкой и имитацией чего-то, чем я не являюсь. И в мессианском мире в Америке сейчас мышление, давайте не притворяться. И доктрины, которые пришли с того мира. И они были развиты людьми, которые не евреи. Они так влюбились и приняли еврейский мир. Они так влюбились в Талмуд. Со всеми еврейскими религиозными требованиями. Что они начали развивать доктрины и настаивать на них. Но истина в том, что И они говорили, что каждый, кто хочет принять Иисуса, должны выполнять все это. Это воля Божья для неевреев, покаявшихся, принимать Иисуса как еврея. И народ Израиля. И доктрины Израиля. И они думают, что, чтобы быть христианином, надо быть религиозным евреем. Но это вообще не теология мессианско-еврейского мира. Есть личности, которые евреи приняли Иисуса. И мы ходили в библейские колледжи, семинарии и университеты. И мы начали хорошее общение. И мы развили понимание, что есть настоящая хорошая мессианская теология. И мы не хотим вот этой теологии, которая пришла извне и навязывается. Но был следующий вопрос здесь. Каково место еврейским традициям в мессианской общине? Насколько послушными мы должны быть еврейским традициям? Чтение еврейских молитв. Праздновать праздники, так как этому учат равины. Есть правило в мессианских общинах в Штатах. Мы хотим быть очень уважительным к нашим еврейским праотцам. Мы хотим быть уважительным к еврейским традициям. Мы хотим, чтобы наши друзья знали, что мы все еще евреи. У моих сыновей была бармитсва. Я люблю еврейскую культуру. Я люблю еврейскую кухню. Я принял Христа. И я знаю, что большинство моих еврейских старых друзей считают, что я обманщик, предатель. Я знаю, что они думают так. И они чувствуют так. Я не злюсь на них. Но я сам себя отождествляю, как еврея. Люблю еврейскую культуру. Люблю еврейскую кухню. Люблю еврейские шутки. И еврит люблю. И евреев люблю. И я хочу отождествлять себя и быть участником еврейских переживаний, опыта. Таким образом, меня Господь создал. Это то, кто я есть. И в Штатах есть люди, которые себя отождествляют с еврейским опытом, переживаниями. Когда они входят в синагоги, одевают кипы. Одевают талосы. Они поют молитву шма. Поклоняются в шаббат. Есть определенные молитвы, которые произносятся. И этим они говорят, мы евреи. Эти молитвы не греховны. Они не оскорбляют мое понимание Нового и Ветхого Завета. Если раввины развивают что-то, что хорошо для них, развили то, что хорошо для них, замечательно. Но есть времена, когда надо отделять. Например, есть служение на праздник Йом-Кипур. Когда все евреи собираются вместе и проходят такие дни искупления, Я говорю какие-то молитвы, но я объясняю, что Иисус является моим искупителем. Я это делаю немного по-другому. У нас есть пасхальный седр, И мы, когда рассматриваем пасхального Агнца, мы смотрим на кость, как на Агнца, и на вино, как на кровь. И я, проходя этот седр, объясняю, что Иешуа наш пасхальный Агнец. Люди приходят, у людей не будет в моем случае регулярного такого обычного пасхального седра. Если вы посмотрите на последнюю вечерю, которую имел Иисус, это был еврейский пасхальный седр. Когда Он дал хлеб им и сказал, ешьте это тело мое, и когда Он поднял чашу и сказал, это кровь моя, люди привыкли это слышать в соборах. Они видят, как священники дают Евхаристию. И священники объясняют это так, что имеет смысл для православных или католических верующих. Но когда я смотрю на вечерю Господа, простите, Иисус не находился в ортодоксальном православном костеле или соборе. У Него был пасхальный седр с евреями, с двенадцатью евреями. И они ели евреи, ели мацю и пили вино. И когда они употребляли этот хлеб и пили это вино, символ в этом был пасхального агнца. И когда Он дошел, Иисус с ними в седре, до этого момента, Он им говорит, посмотрите, это мое тело. Я и есть этот пасхальный агнец. Помните, был фараон, царь Египта. И помните, люди были порабощены им. Но Бог сказал, возьмите агнца, беспятная порока, и помажьте кровью, используйте зерк. Принесите его в жертву и помажьте кровью косяки дверей, и вы будете свободны. Это было тогда. Сегодня сатана, царь этого мира. И люди рабы Его. И это плохая новость. Но хорошая новость в том, что Бог обеспечил хорошего агнца. И этот агнец Христос был распят на Песах. И Его кровь принесла свободу и освобождение. Так как это было в Исходе. В моем мире, когда люди переживают еврейские праздники, я, конечно, почту и уважаю праздники и традиции раввинов. Но мне этого недостаточно. Я не удовлетворен только этим. Я пойду дальше и покажу, как это все исполнилось в Ишуа. И я считаю, что именно этими должно заниматься мессианское движение. Тем, чем мы и занимаемся. Это наша ответственность. Вы знаете, что Рождества не было, и оно появилось аж через 400 лет после Христа. Если вы посмотрите на четыре Евангелия, в двух из них даже не упоминается о рождении Иисуса. Евангелия от Марка и Евангелия от Иоанна начинаются уже с взрослого Иисуса. Знаете, евангелисты, они не были заинтересованы в описании детства Иисуса. Если вы посмотрите на то, где описано детство Иисуса, две разные истории. Если вы посмотрите на Евангелие от Луки, была история того, как Иисус родился. И мы видим пастухов, которые пришли и увидели запеленного младенца в яслях. Это даже не история Матфея. И история Матфея далека от рождественской истории. Там написано, мудрецы с Востока пришли. Не написано, что три мудреца, это традиция. И у них был свой путь к Вифлеему. И когда они добрались до этого места и увидели младенца Иисуса, он уже был в состоянии неноворожденного, запеленного в яслях. Это не только он был. Они видели звезда над домом остановилась. И когда они пришли, они принесли дары двухлетнему мальчику. И когда Ирод об этом услышал, когда мудрецы ушли, Ирод вернулся и приказал убить всех мальчиков от двух лет и меньше. В ортодоксальной христианской традиции соединили историю Матфея и Луки и сделали это праздником Рождества. Но в двух из четырех Евангелий даже не упомянуто рождение Христа. И истории о детстве Иисуса, они разные. И если вы посмотрите на историю церкви, 400 лет не существовало праздника Рождества. У них и христианских праздников тогда не было. Библия говорит о еврейских праздниках. И первые последователи Иисуса жили и функционировали как евреи. И праздновали святые праздники еврейские. Те, кто из нас присоединились к участию в мессианском движении или опыте, мы, конечно, уважаем и почитаем наших христиан-друзей и их варианты традиций. Но для нас гораздо более важнее объяснить, что означает быть христианином в то время, когда христианство зародилось. Как это движение выглядело в оригинале? И если вы хотите прочитать текст, который открывает нам окно вот в тот оригинальный мир, это Новый Завет, и он очень еврейский. И главным автором, одним из главных авторов Нового Завета был апостол Павел. Ортодоксальный еврейский раввин, который пришел к вере в Иисуса. И главным героем многих историй Нового Завета был Иисус. Он жил еврейским образом жизни. Он соблюдал кашрут. Его мама не Дева Мария. И вы можете зайти в церкви, там написано, Дева Мария, Царица Небесная. Его мама, еврейская девушка Мириам. И Мириам, еврейское имя. Он не родился в Вифлееме. Он не родился в Вифлееме, он родился в Бейт-Лехеме. Он родился в еврейском городе. От еврейской мамы. Выращен в еврейском сообществе. Жил как еврей. И когда он умирал, над его головой была табличка Царь Иудейский. Иисус не ненавидел еврейские вещи. И главный, так сказать, адвокат всех его историй, Павел, был раввином. Этот павел продолжал жить, жизнь раввина. Он был евреем. Павел сохранил, кашрут хранил. Жил еврейским стилем жизни. Но вот какая вещь была, которая уникальна по поводу Павла. Ему комфортно было быть евреем. Он понимал, что Бог делает в мире через Ешуа. Это искупление всего человечества. И людям нет необходимости становиться евреями для того, чтобы быть последователями Бога. евреи и неевреи могут работать вместе. И что-то новое зарождалось, родилось в тот момент. И это было очень смущающим в дни Павла. И даже до сих пор это смущает людей. Что же вот это все означает? И следующий вопрос, который был адресован, каково место неевреев в мессианском служении? Как мы в этом всем соответствуем? Что нам всем необходимо делать? Мы люди второго класса? Сорта? Или мы равны здесь? И есть пути, как мы это решим? Давайте вернемся к библейской истории в книге Ефесян. Мы возьмем сейчас перерыв на минуточку и потом вернемся к тексту. И пройдем его. Павел жил в мире, когда евреи и неевреи собирались вместе. И это смущало людей вокруг. Поэтому в каком-то смысле мир, который описан тогда, окружает нас сегодня. Или как тот, в котором я живу в Америке. Но все еще есть разница, различия. Потому что во времена Павла иудаизм в дни Павла отличался от иудаизма сегодня. Например, помните Евангелие от Иоанна, третью главу? Помните историю Никодима, который был одним из старейшин? Он пришел ночью к Иисусу и назвал его Раввин. Мы знаем, что ты учишь от Бога. Он назвал Иисуса Раввином, но Раввин никогда не проходил, Иисус никогда не проходил этого Раввинистического школы Раввинистической. Термин Раввин тогда был почтительным термином, титулом. И даже если вы вернетесь в то время, посмотрите на синагоги, структура синагог во дни Иисуса отличалась от того, как она устроена сегодня. И даже после Иисуса во дни Павла структура синагог отличалась от того, какие они сегодня. И были разные виды синагог. И даже не у всех синагог были здания. Они были как группы по изучению Библии. Некоторые имели здания. Но десять евреев, достаточно было собравшихся где угодно вместе, молившихся, изучавших Слово, могли называться синагогой. Поэтому, когда апостол Павел поехал в Грецию, когда он к Филиппию пришел, Филипп и пришел, он хотел сначала прийти там, где евреи были. И он понял, что они молились у реки. И он пошел туда. Люди, которые хотели в этом принимать участие, там было свободное присоединение, любой мог прийти. И это было после Иисуса, и это было после Павла. И в 70-е и 90-е годы уже нашей эры прошла изменение структуры синагог. Евреи, которые пережили войну, они собрались вместе. И они пытались формулировать, что означает для человека быть евреем. И они начали формулировать, что они хотят видеть в еврейском доме молитвы. И это заняло годы и годы и десятки лет для того, чтобы сформулировать это. И сегодня то, что я вижу в синагогах по миру, этого не было тогда. Знаете, в то время мужчины не носили кипы. И вы в то время не увидите мужчин с талосом. Цицит был. Это что-то, что вы одевали под свою одежду. И просто кисточки висели. Если вы посмотрите, стиль отличался. В каком городе? В Сирии, в одном из городов раскопали одну из старейших синагог. И вы смотрите на здание второго века. И если вы посмотрите на архитектуру и на искусство там внутри. И поверьте, вот это все лепнина и архитектура, это часть текста, послания, которые можно увидеть здесь. Вы можете изучать страницы, они вам что-то могут говорить. Вы можете изучать любое искусство, и оно тоже вам будет что-то говорить. Но если вы посмотрите там на работы отделочные, были фрески там. Мозаика на полу была выложена из камней. Если вы посмотрите, что люди одевали и на характер вот этих изобразительных работ, вы увидите их в персидских одеждах. Вы увидите их в латинских одеждах с латинским стилем стрижки. В персидские высокие моды они одевались. И вот этот город, эта синагога, которую раскопали, она стоит на границе между римским миром и Азией, и Персией, куда уходила. И там были разные люди, разные культуры, разные стили. И даже это отобразилось в искусстве. И если вы посмотрите, что интересно, если посмотрите иудаизм развития, вы сегодня в синагогах можете увидеть молитвы, которые не были молитвами, не принадлежали к молитвам в то время, в первом веке. Есть вещи, которые многие просто эволюционировали или поменяли с течением времен. Я считаю, что есть место для нас быть творческими. И для меня комфортно быть достаточно либеральным, свободным. Спасибо, что вы слушали меня на эту тему. Позвольте сейчас взять перерывы. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин